Вечерняя эфир ТСВ продолжает экспертное мнение. В студии работают Светлана Мартынюк и Юрий Чернявский. Сегодня говорим о Шерифе и его успехе в Лиге Чемпионов, о Приднестровцах, покоривших Эльбрус и о конференции айтишников, но об этом чуть позже. А у нас в студии наш коллега Эльдар Джабраилов. Эльдар вчера работал на матче Шерифа и Фарул. Да, и обратим внимание, что Эльдар у нас как минимум на половину цвета клуба. От желто-черных у тебя пока что черные. Ну да, есть у меня носочки практически желтые, поэтому я практически в символике клуба. Очень интересно вчера было, я очень горд за команду, я рад. Все потому, что мой сериал под названием Шериф Фарул, Фарул Шериф продолжается уже две недели. В Румынии обидели бедного большого мальчика и не реализовали то, что должны были реализовывать неделю назад. И вот сюда вернулись, и я действительно, знаете, ощутил такую легкость, когда вчера Шериф одержал достаточно уверенную победу. Все можно было в принципе решать. То, что они молодцы, это мы понимаем, это понятно. Ожидали такого результата? Я еще в Румынии этого ожидал, у меня была легкая перепалочка с местным блогером румынским, он говорит, что 2-0 будет счет в матче, я говорю, да не, успокойся, 3-0 Шериф выиграет. Он говорит, ну хорошо, посмотрим. Получается, там-то он практически угадал, а я, видимо, выездной матч загадывал, поэтому он сбылся. Типа да, пацаны, вы к нам на район еще придете, покажем вам, как в футбол играть, да? Ну вот я могу то что сказать, что я смотрела матч без звука, потому что дети засыпающие в соседней комнате, это нельзя никак отменить или перенести, но матч я смотрела, и были моменты, вот сначала первый там-то было напряженно, но потом начались моменты, когда уже хотелось кричать, но нельзя. Что происходило на футбольном поле? Ну, у нас, смотри, на футбольном поле все хорошо происходило, и на трибунах я хочу поблагодарить болельщиков, все-таки они призыв, не только наш, но и Энрике Луванора, который на выездном матче просил, чтобы пришли болельщики, пришли, поболели за свою команду. Ну, нельзя было не прийти после такого приглашения. Ну, конечно, но все-таки стадион был не до конца забит, будем надеяться, что на ответный матч. У меня ощущение, что наши зрители еще не поняли, болельщики не поняли, что все-таки на самом деле футбол здесь, в Тирасполе, на домашней арене. Возможно, возможно. Не до конца понимаю. Я говорю еще раз, я говорю, хочу поблагодарить, потому что они большие молодцы, пришли, поддержали, но вот эта вот маленькая-маленькая кучка болельщиков из Румынии, которых там человек 20 было, они поначалу перекрикивали наш стадион, а все потому, что мы ментально настроены чуть по-другому, мы приходим на футбол посмотреть, но не поболеть. Как шоу? Ну да, посмотреть, поаплодировать, поделиться мнениями, какой опасный момент. Я бы советовал всем отходить от вот этой вот ментальности просто статистов и зрителей, а переходить все-таки и болеть за свою команду, потому что бедненькие болельщики наши, которые там фан-сектор, их там было, человек 60, они пытаются как-то завести публику, а публика только потом, вот ближе к концу тайма, они действительно раскочегарились и начали. У нас как будто боятся или стыдятся того, что ты покричишь шериф. Нет, мне кажется, своих эмоций просто, да, что ты болеешь по-настоящему. В отражении вот в субботу будет, как Эльдар, тайное его прозвище, полоборота, заводил целый свой сектор, потому что люди уже были рады, были, да, выигрывать, это хорошо. Круто. Ну, то есть, в любом случае, поддержка команды была, пусть не сразу, но потом почувствовала. Она сразу была, но чуть позже подключились и начали все-таки гнать свою команду вперед, и сразу же, как только началось вот этот шериф-шериф со всего стадиона, в конце тайма Амин Талал забил гол, и там просто взорвалось все, что-то невероятное происходило. Что, не верили, что ли, Наш? Да, они-то, мы все верили, но просто настолько ждал ты этого гола, понимаешь, что это такое ощущение, что ты стоишь в очереди за чем-то вкусным, и тут ты понимаешь, что это последнее может тебе не достаться, потому что впереди еще два человека, и тут все нормально, они уходят, и тут забивается гол. Ну, говорят, дома и стены помогают, как ты думаешь, дело исключительно в том, что это домашнее поле, или потому что команда несколько выбрала там другую тактику, да? Не, ну это один из факторов того, конечно же, что дома действительно родные стены помогают, причем настоящие родные стены, потому что наши домашние матчи все равно были на выезде в Кишиневе, но и еще один факт, что мы, ну, как ни крути, конечно же, после матча можно рассказывать, и после драки, знаете, куколками можно тоже махать, но я говорил до матча, что мы сильнее, и скажу после матча. Мы просто сильнее этой команды, поэтому такая интрига была создана только шерифом самим. Они сами себе создали эту проблему, и самую проблему это решили. Поэтому это очень хорошо. А мне кажется, что все-таки помог твой ритуал, который ты сделал у ворот. А мой ритуал, это вообще просто песня. В имени твоей бабушки. Ну, пускай так, но на самом деле многие бабушки так советуют о том, что, знаете, когда приходят в новое место, то есть нужно под коврик положить копеечку. Новое место, я для зрителя еще раз напомню, что на главной арене постелили идеальный газон. И у нас новое освещение. Да, ну, до освещения я как бы не сильно дошел, но я думал о том, что это новый ковер, новый газон, да. И почему бы под ворота не положить 10 копеечек, и почему именно 10? Потому что я понимал, что в эти ворота должен быть забить один гол. Я был приятно удивлен, когда в первом тайме действительно в эти ворота и залетел гол, и счет стал 1-0. Работает. А потом я пошел туда, чтобы не обидеть эти ворота, я поставил еще 10 копеечек. Вот там, получается, на все деньги мы сыграли, два гола туда забили. Да, да, вдвое больше, чем... Хорошо, что у нас дальше? Что ждет Шири? У нас дальше праздник. У нас Лига Чемпионов остается в Тирасполе. Будем надеяться, что в УЕФА там ничего не поменяют. Ну, они сказали, что они будут сообщать прямо накануне матча, но пока... Пока каждый матч будет нам говорить о том, где будет проходить матч, либо здесь, на главной арене, либо в Кишневе. Вроде пока ничего от УЕФА не поступало, никаких вопросов. Да, здесь надо уточнить, ребят, да, то есть, во-первых, что уже через неделю, да, 26 июля мы играем с израильским Макаби, да, то есть мы немножко перескочили, да, мы начали говорить. Не готов, вот скажу так, я не знаю, как наши зрители, как болельщики, я, по крайней мере, сейчас не готов вновь, не то чтобы болеть, скажу, я еще не остыл от этой победы, а надо вновь уйти. Так это может быть наоборот? Надо привыкать, надо привыкать мыть чуть-чуть. Что, драйв? Да, это то же самое, как, допустим, в чемпионатах, да, возьмем ту же Англию, там играет и на Новый год, по пять матчей сразу же, через день играет, и люди к этому привыкают, и болельщики ходят. А у нас, мы чуть-чуть еще не привыкли к этому, но я готов к этому приятному удивлению, и буду настроен в следующую среду поболеть за... Почему нужно прийти на матч? Потому что я, давайте так, повторюсь из своих ранее высказываний. Первое, это праздник, второе, если мы хотим увидеть здесь именитых футболистов, именитые клубы, Реал уже был, давайте, подавайте нам Барселону тогда. Интер был. Интер был, давайте еще что-нибудь там, Наполи, ПСЖ, Манчестер, Монтестер, пускай. То есть, если мы хотим увидеть эти команды, мы должны, есть в бизнесе такое выражение, долгосрочная перспектива. То есть, мы должны начать вот здесь, вложиться все, вложить все свои эмоции на ранних стадиях отбора Лиги Чемпионов, чтобы потом получить дивиденды уже, когда приедут нам команды. Чтобы осенью тоже этот праздник продолжался. Да, и, Эльдар, а что можно сказать по поводу нашего следующего соперника? Это сильный соперник. Последнее время, конечно же, это не настолько, ну, как и румынский футбол, есть небольшой спад, хотя у израильского футбола сейчас некий идет подъем. А вот, как оказалось, Макаби Хайфа, этот клуб играл. Играл, нет, он играл в Лиге Чемпионов, он очень часто играл с российскими командами в многих Еврокубках. Это сильная команда, я вам так скажу, что у нас в этом году жребий просто серьезный, потому что румынский клуб, это хорошо, но мы его прошли, израильский футбол, это тоже сильно. Я делал прогноз у ребят, тоже в экспертном мнении, у Влада Лукаша и Дениса Мартаненко, о том, что если мы проходим сейчас Фаррол, то это как минимум третья стадия Лиги Чемпионов. Поэтому, я надеюсь, мой ритуал, если сбывается, значит, все остальное тоже пойдет как по маслу. Есть там какие-то именитые футболисты, которые вот сейчас имена прямо на слуху, что говорят? Там есть, по поводу футболистов не скажу тебе, есть знаменитый игрок Уваров, его фамилия, он когда-то в СССР играл, в сборной, вот он там сейчас каким-то образом относится к клубу. Давно уже уехал в Израиль, поэтому сейчас вот там солевые ванны и всякая история ему помогает. Ну да, интересно. Ну что, будем ждать большой футбол в Террасполе, пусть этот праздник продолжается. Альдар, спасибо тебе, что пришел к нам сегодня. И я надеюсь, что будет еще следующая запись программы, где мы будем обсуждать уже другую игру. Я хочу, чтобы это было сериалом, понимаете? И причем у этого сериала был не один сезон. Давайте так. В это воскресенье в Террасполе пройдет крупнейшая IT-конференция. С нами на связи Иван Гель, генеральный директор IT-компании ДЭКС. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Коллеги, добрый день. Но мы знаем, что это не первая конференция IT-шников, которая будет проходить в Приднестровье. Неужели там действительно одни IT-шники соберутся? Или кто еще? Конечно. В это воскресенье соберутся и школьники, и студенты, и преподаватели. В основном это люди все связанные с IT. Также будут и уже более опытные, матерые специалисты. Причем во всех направлениях. Аналитика, дизайн, разработка, тестирование. То есть мы собираем все IT-сообщество в Приднестровье. Будет, я думаю, порядка 500 человек. Больше, к сожалению, пока наш кинотеатр не вмещает. Вы знаете, я знаю, Юрий был в прошлом году на этой конференции. И вот по видео, то, что видела я, действительно людей очень много. И меня все время поражает, неужели у нас действительно столько программистов и людей, занятых в этой сфере. Вот эти 500 человек, это что, все те самые программисты? Или это могут прийти просто желающие, так скажем, на открытую лекцию? Сейчас IT, это не только программисты. Это и те же дизайнеры, и продуктовнеры, продукт-менеджеры, и системные аналитики, и тестировщики. То есть это очень большой круг специальностей. Даже сейчас есть такие специальности, как оператор работы со всем известным чатом GPT. То есть с искусственным интеллектом. Это тоже IT-шники. То есть сфера настолько большая, настолько интересная, настолько популярная. И, конечно, мероприятия, такие конференции собирают очень большое количество заинтересованных людей. Иван, а вообще о чем будут говорить? То есть человек, который туда придет, который не имеет отношения с IT, вообще стоит ему туда идти? И он поймет вообще, о чем речь? Или он услышит очень много незнакомых ему слов? Узкоспециализированных каких-то, да. Мы постарались сделать доклады, чтобы их понял и обычный, простой человек. Но, конечно, наверное, весь зал будет заполнен людьми, которые или в будущем связывают себя с карьерой в IT, или уже являются айтишниками. Ну вот мы сказали, да, узкоспециализированные какие-то термины. Скажите что-нибудь на айтишном, чтобы вас поняли сейчас только ваши коллеги. Даже не знаю. Может быть, какое-то словосочетание есть. Да, можно к ним как-то обратиться, чтобы они вас поняли? Мы, кстати, учим как раз всех наших айтишников общаться вот по-человечески. То есть это, кстати, тоже очень важный навык. Потому что начинает какой-то условный программист говорить на своем языке, и другие люди его не понимают. Даже заказчики, да, потенциальные? Не только заказчики. Ему же предстоит работать в команде. То есть, а я сказал, что и аналитики, и дизайнеры, и тестировщики, это обычные люди. Другие сферы, но они должны понимать обычных программистов. То есть все люди в команде должны общаться на одном языке. И лучше, чтобы этот язык был не какой-то там айтишный, а обычный человеческий язык. То есть вы сейчас не хотите, чтобы мы после программы пошли гуглить каждое словечко, да? Все-таки нас бережете, да? Не хотите ничем делиться, да, таким? Да, Иван, а вообще, как вы видите развитие, так скажем, вот IT в Приднестровье? То есть это перспективное направление? Мы знаем, ваша, да, допустим, компания. Она, в принципе, достаточно известная и уже далеко за пределами в Приднестровье. В принципе, вы и работаете даже не насколько на внутренний рынок, сколько на внешний. А есть ли у нас перспективы? Может так случиться, что когда-то появится не только DEX, а у вас, например, конкуренты будут? Конечно, мы всегда не против конкуренции. Это двигатель прогресса. Я думаю, IT-направление очень перспективно. Сейчас большой бум желающих и поступить на айтишные специальности. Вот я сам заканчивал наш инженер-технический факультет. Сейчас там очень большой конкурс. Да, там бешеные. И наше правительство и университет все время расширяет количество бюджетных мест. И их не хватает. Мы сами проводим достаточно много обучающих курсов в течение года. И все равно этого количества людей не хватает. Поэтому IT сейчас очень востребовано. И нужно достаточно хорошо вкладываться в образование. А как вы думаете, почему так происходит? Понятно, да, зарплата программистов. Что еще? Почему хотят быть айтишниками? Это очень сложный вопрос. Но я отвечу очень просто и коротко. Вот приходите на нашу конференцию и узнаете. Да, по поводу... Я знаю, у нас в университете большой конкурс на эту специальность. А не получится ли так, что предложение превысит спрос? Я думаю, нет. Нет, у айти есть один очень хороший плюс, что это все-таки возможность удаленно работать с любой страной, с любой точкой мира. Поэтому неважно, где ты находишься, в Тирасполе, в Москве, в Париже, ты можешь работать над любым проектом в любой команде. Хорошо, а вот вы говорите, да, возможности работать вообще из любой точки. С кем сейчас работают программисты из Приднестровья? Может быть, существуют какие-то приложения, которыми мы пользуемся буквально каждый день, но даже не знаем, что в их создание руку приложили наши приднестровские ребята. Расскажите, приоткроете завесу тайны. Вот я могу привести в качестве примера. У нас вот буквально на днях состоялся футбольный матч. Шриф победил и прошел следующий тур. Вот наша команда сделала мобильное приложение и веб-портал для футбольного клуба «Спартак». Вот один из самых известных футбольных клубов «Спартак». Вот наша команда из Тирасполя сделала для нее полностью всю экосистему, мобильное приложение и сайт. Иван, можно ли говорить о том, что вот IT-специальность у нас здесь, в нашей стране, уже становится, так скажем, стратегически важной? То есть государство заинтересовано в этих специалистах и нельзя их терять? То есть их надо удерживать как-то? Конечно, сейчас IT проникает во все сферы жизни. То есть бизнес очень тесно связан с IT. То есть любые оптимизации процессов – это всегда новая возможность для бизнеса быть более конкурентоспособным. дешевле, скажем так, обеспечивать более дешевую себестоимость товаров и услуг и конкурировать как раз по всему миру. То есть IT – это очень востребованное для любого бизнеса, для любого направления специальности. Поэтому оно и настолько популярно, и мы вот стараемся сделать все, чтобы в нашем регионе наше IT-сообщество Приднестровья максимально развивалось и пополнялось новыми перспективными кадрами. Вот вы знаете, у меня такой, может быть, это стереотип, но я думаю, что если я приду на вашу IT-конференцию, я встречу много таких интровертов, мужчин с бородой, которые не очень, может быть, готовы, да, ну такие вот хмурые, серьезные, скажите, девушки есть? Не общительные. Ну нет, я не знаю насчет общительности, это по-разному. Но мне кажется, что девушек очень мало среди программистов. Что скажете? Мужчин с бородой вы точно встретите, но они, наверное, будут по большей части улыбаться. Это радо. А также вы встретите и большое количество девушек. Вот, кстати, половина спикеров наших на конференции это будут девушки. У нас вот очень много девушек, порядка, наверное, более 25% нашего коллектива это девушки. Что они делают? Причем они работают по всех направлениях, работают и системные аналитики, и разработчики, мобильные разработчики, бэкэнд-специалисты, тестировщики, то есть... Вот они, слава неизвестные тебе, пожалуйста. Да, да, да. Пойду сейчас переводить. Да, простите, заговорился. Перейдем опять на человеческий. Да, Иван, я был, да, на конференции в прошлом году, да. Ваша конференция это такое некое шоу, да, то есть световое... Это не просто доклады, которые читают один за другим, да, научные. Это не доклады, это определенные презентации, да, то есть визуализация идет определенная. То есть так будет и на этот раз? Конечно, у нас будет в начале конференции такое секретное шоу на церемонии открытия. Мы постараемся, чтобы был такой максимальный вау-эффект, чтобы оно всем запомнилось. В основном конференции, они проводятся для того, чтобы мотивировать людей. Вот он услышал какую-то тему, и он потом захотел сам разобраться в нее, углубиться и изучить это. Ну, за 25 минут любого доклада сложно человека чему-то научить, да, то есть это только мотивация. Эту мотивацию мы можем усилить с помощью каких-то ярких образов, каких-то интересных докладов. То есть когда человек сидит и вот на большом экране кинотеатра смотрит какую-то классную презентацию, видит опытного спикера на сцене, это, конечно, его сильно мотивирует и помогает изучать какие-то новые для себя темы и вообще в целом погружаться и разбираться в IT. То есть будете пытаться зацепить. Хорошо, спасибо вам большое. С нами на связи был Иван Гель, генеральный директор IT-компании Dex. Двое биндерчан поднялись на Эльбрус с флагами Приднестровья и Биндер. Сегодня эта новость разлетелась по пабликам и по всем новостям, а сейчас с нами на связи человек, который, наш земляк, который покорил Эльбрус. С нами на связи Вячеслав Назаров. Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав. Вы откуда с нами выходите на связь? Да, на связи уже. Да, вы на Эльбрусе сейчас или где вы находитесь? Нет, мы вчера спустились с Эльбруса, сразу как завершился штурм вершины, мы спустились в стартовый лагерь, бочки 3,800 метров. И так получилось, что в предыдущие дни была очень плохая погода, был снег, дождь, град, гроза, выбило свет на горе. И мы не могли оставаться уже в стартовом лагере, вынуждены были поспешно так спускаться вниз. И на сегодняшний момент мы находимся уже в гостинице на отметке 2100 метров. Вячеслав, так, чтобы я понимал, то есть вы были именно на вершине Эльбруса? То есть, да, как это понять? Да, все верно. Так как у нас вулкан Эльбрус, он двуглавый, у него две вершины, западная и восточная. Восточная на 20 метров ниже, чем западная. И мы восходили именно на западную вершину, на высочайшую точку Европы и России. То есть выше уже ничего нет? Выше нас вчера никого не было, мы даже подпрыгивали, чтобы хотя бы еще метрик прибавить себе. Вячеслав, ну вот и вот тут меня интересует больше всего такой аспект. А какие эмоции, какие чувства, вот когда вы все это увидели, вы покорили, да? На самом деле я полностью солидарен с нашими инструкторами, руководившими восхождением, что мы до конца пока еще даже не осознали всего, что с нами приключилось. Потому что на горе лично у меня сначала проступили слезы, потом эйфория, потом смех, неполное понимание того, где ты находишься, потому что кажется, что ты уже в космосе. Вся Земля настолько низкая и далеко от тебя, ты выше облаков, ты все это наблюдаешь глазами и глаза-то воспринимают картинку, а мозг вообще не понимает, что происходит. Ты с ним и так на протяжении почти 7 часов боролся для того, чтобы побороть его и совершить все-таки это восхождение. А тут он еще и пытается осмыслить, что с ним произошло. И поэтому пока еще такая, мы в состоянии эйфории до сих пор пребываем. И пока не могу вам более как-то четко объяснить, что это за эмоции. Вячеслав, сколько продолжалось восхождение по времени? Само восхождение мы уложились в очень плотный график в 10,5 часов. Обычно от 12 часов и больше это длится, сам штурм. А подготовка заняла у нас 4 дня. Тяжело? Вот так, честно. Тяжело и физически достаточно непростое восхождение, и морально. А морально что-то тяжело? Приходится очень сильно бороться с собой. Ага. Ну, честно, за время восхождения хотелось 3 раза развернуться, пойти обратно. А из-за чего? И каждый раз приходилось самого себя заставлять идти, потому что у тебя есть цель. Ты должен подняться обязательно. А еще так как вот эта вот ответственность, мы ведь ехали с флагом в Приднестровье, с гербом нашего города, на мне была футболка президентская. Я не мог просто взять, развернуться, сдаться. И это очень сильно подстегивало. Плюс к этому со мной шла моя младшая сестра. И я ей обещал, что мы обязательно поднимемся на Эльбрус. И, ну, вот больше у меня было, конечно, за, чтобы продолжать, нежели развернуться и уйти. Но бывают случаи, когда люди разворачиваются, действительно, не дойдя до вершины буквально 100 метров. Очень сложно. Смотрите, сколько весил ваш рюкзак. И я знаю, что вот есть моменты, когда хочется что-то выбросить из него, потому что уже дальше, ну, невозможно, тяжело. Были ли такие моменты? И вот что хотелось, может быть, избавиться от какого балласта? Рюкзак весил мой, если посчитать, у меня был термос, сам рюкзак, запасные варежки, очки, маска горнолыжная. Ну, от силы килограмм пять. Но, как говорится, на такой высоте каждый килограмм можно умножить на десять. То есть ощущается, как пятьдесят. Плюс попутно становилось плохо там на нескольких участках сестрички моей. Я схватал ее рюкзак тоже и шел буквально с двумя. Да, а потом уже, когда при спуске накрыло, как говорится, и меня на седловине Эльбруса, уже она перегрузила все в свой рюкзак, и мы продолжили спускаться вниз. Поэтому избавиться от рюкзака, конечно, хотелось на некоторых участках, но достаточно, как бы, не критично была эта мысль. А сестре сколько лет вы вдвоем, да, покоряли Эльбрус? Да, сестра у меня младше меня на семь лет, ей двадцать семь. В общем, вы вдвоем, брат с сестрой, вдвоем решили... Да, ну, а теперь такой, наверное, вопрос, да, Света со мной согласится. А, ну, должна же появиться идея, почему, откуда она взялась, почему вы туда... Для чего это все нужно? Да, а зачем это все? Как это родилось? Ну, родилось-то, я же с детства занимался туризмом на станции юных туристов в городе Бендеры. И к походам туристическим, к нашим славам... Можете придать привет своим? Я думаю, сейчас... Чёстя Полина, спасибо большое вам за то, что научили любить туризм, альпинизм и вообще природу нашу прекрасную. Класс, я думаю, они сейчас счастливы, очень гордятся вами. Наша специалистка Арнаут, она человек, известный среди туристов Приднестровья. Это вот ее заслуга за то, что она научила нас любить это и по-настоящему ценить. Старый еще советский туризм, не как сегодня, забрались на аэротраки, выпили шампанского и вниз спустились. Вот мы любим именно походы и на этой традиции действуем. И вот так оно с детства пошло, пошло, пошло. И в определенный момент, когда захотелось подняться на вершину, значимую, этой вершиной стал Эльбрус. И вот так вот из года в год откладывалась идея, откладывалась. А в ноябре прошлого года я твердо решил, что я должен подняться в этом году на Эльбрус. Позвонил? А, я даже не позвонил, отправил сообщение в мессенджере. Говорю, я иду на Эльбрус, идешь со мной? И она говорит, ты у меня еще и это спрашиваешь? То есть это абсолютно закономерно. Вячеслав, расскажите, это дорого? Насколько? Любой себе может позволить. Сейчас пошучу. Учитывая курс российского рубля на сегодняшний момент, это дешево. И может позволить себе любой. Шутка засчитана. Смотрите, если ориентировать по ценам, все зависит от компании, которая будет организовывать само восхождение. Потому что в одиночку идти я бы никому не советовал. Есть очень много нюансов, которые нужно знать, и ты их не узнаешь, пока не прибудешь сюда. Стартовый пакет восхождения начинается в среднем от 25 тысяч рублей российских на человека. Начинается от 25 тысяч. Потом идет аренда снаряжения. Максимальная стоимость всего необходимого из снаряжения также составляет 25 тысяч. И плюс по мелочи, я думаю, на человека 1070 российских будет достаточно для восхождения спокойного и комфортного. Я думаю, что желание с семьей. Вячеслав, а это самая высокая точка, на которой вы побывали? Да, на сегодняшний момент выше я никогда не поднимался. А какие планы? Очень хотелось бы, конечно, ну и самое простое, что на сегодняшний день можно сделать, поднявшись снова в горы, это покорить Монблан в Альпах. А так, чтобы снова бороться с собой и доказывать, что ты еще что-то можешь, это подняться на Ключевскую сопку на Камчатке. А как же Эверест? Я не знаю, почему такой ореол у Эвереста, видать, потому что он слишком, как в наше время говорят, распиаренный. Поверьте, я знаю другие вершины, которые намного технически сложнее, поэтому интереснее. А главное, ценник на подъем на Эверест. 120 тысяч долларов на сегодняшний момент стартовая цена. Немножко заставляет задуматься, да? Я найду, куда такую сумму применить, на общее влага, а не в личных каких-то целях и амбитиях. Ну то есть цели у вас есть, покорять, дальше вершины будете. Да, Вячеслав, мы вас ждем дома, для того, чтобы пожать вашу сильную, смелую руку, обнять и вот уже пообщаться вживую, чтобы вы рассказали о том, как это было. Спасибо вам большое. Да, с нами на связи был. Спасибо вам большое. Бендерчанин, альпинист и очень смелый человек Вячеслав Назаров. С вами было «Экспертное мнение» и его ведущие Светлана Мартынюк и Юрий Чернявский. Ну а сразу после нас новости на ТСВ. Всего доброго. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова